здравствуйте туристы и милитаристы нож сегодня у нас на обзоре forest мастерской ульданова и когда денис подарил мне этот нож на выставке и во в нюрнберге я будучи преисполнен самых каких-то прям вот действительно позитивных позитивных чувств по этому поводу когда первый вот этот вот первое верчение кручение в руках схлынуло я ему сказал что конечно же я на своем youtube канале сделаю обзор этого ножа тесты что мне пораз он сказал мне не надо это просто подарок тебе но не похвастаться как-то уж совсем невозможно потому что нож действительно замечательный forest он есть лесной общая длина ножа 212 миллиметров длина клиночка здесь 95 миллиметров ширина клинка 28 миллиметров толщина по обуху 3 миллиметра и сталька здесь стоит n690 бюллер у де холь 59 61 единица по колерок вал отвердость и рукоять стабилизированная карелка нож сделан очень по уму он реально прям лесной мне он очень понравился и вот два два момента которые мне действительно бросились в глаза это вот это посмотрите такая волна которая у нас идет углубление такое идет от спинки и потом обух дальше идет вверх за счет вот даже не знаю за счет этого не за счет этого но несмотря на 95 миллиметров клинка очень грамотно выведена линия режущей кромки у нее действительно такой сделан хорошая хорошая дуга которая дает мне возможность но действительно много резать не особо длинным скажем так клинком вообще плюс 95 миллиметров это такой скажем формат ножа такой размер клинка который может быть он ну там не очень скажем подходит ли каких-то там супер мега ударных нагрузок какого-то идиотизма в виде батонинга там и прочее но при этом клинок на немаленькой рукояти он очень очень управляем им управляем им реально удобно будет резать я вижу будущее я это знаю плюс именно за счет вот это вот необычной формы удобно будет какие-то вот именно мелкую какую-то вот такую вот по деревяшкам делать работу и нож умный почему потому что три миллиметра в обухе мастер не стал накачивать нож металлом мастер не стал бежать за f1 и ему подобными ломиками лесными нет этот нож про рез он для реза и как вы знаете когда у меня нет возможности перерубить какое-то дерево на тесте но в руках действительно замечательный резак я просто это дерево проструг его вот здесь как раз тот случай если вам нужно будет с помощью этого ножа ну скажем дерево там в диаметре плюс-минус там 10 сантиметров завалить вы его просто простругаете и не очень много времени на это уйдет в общем с этой точки зрения такой действительно прямо от лесной хороший ловкий помощник получился нож я поверьте очень долго и многое в пути везде крутил руках поэтому первые впечатления у меня уже конечно о нем составлены аккуратные ножны казалось бы традиционные но сделаны действительно так на совесть все обрезано ровно ровная строчка ножны пахнут настоящий такой реальной кожей нож нереально плотности прямо очень круто плотно сидит в ножнах а не слишком ли я какой-то прям позитивный но пока поводов для негатива нет удобно доставать нож из ножен именно вот так двумя пальцами за вот этот вот ну это не грибочек скажем так за такой вот выступ рукояти и упираясь в основании нужен большим пальцем и потом конечно нужно перехватывать то есть это конечно же не какой-то там тактический плюс петля только у нас свободного вертикального подвеса следовательно для того чтобы нож достать быстро из ножен нужно так скажем именно сделать несколько движений то есть какого-то там супер мега супер мега молниеносного выхватывания нет очень хорошие достойные ножны действительно такие прям сделаны на совесть рукоять но помимо того что она красивая карелка здесь взята из нормальной партии из нормального ящика здесь очень хорошо читается именно вот этот вот мраморный такой узор карелки рукоять у нас монтаж фулл танк вы видите и сделано все аккуратно красиво встречал я такую карелку скорее всего она после контакта с водой ворсить не будет но в любом случае я обязательно об этом скажу интересно то что именно во второй половине у нас идет такой подъем небольшой спинки рукояти и в первой половине как раз таки спинка вот здесь опускается то что я привык как-то к цену к горбику какому-то в центре берешь нож таким вот финским диагональным хватом и рука просто радуется почему потому что палец большой себя очень хорошо без всяких насечек без всякой без всяких истерик палец себя очень хорошо находит вот здесь вот то есть будь у вас покороче пальцы он сюда встанет подлиннее вот сюда в любом случае он здесь очень комфортно вальяжного так расположился и вот это вот форма рукояти просто располагая действительно к диагональному хвату при малоточном хвате под указательным пальцем мне чуть чуть не хватает объема рукояти то здесь явно такая небольшая пустота прослеживается ну на скорость полета пули будет это влиять или нет посмотрим обратный хват совершенно такой полноценный с расположением большого пальца на жопке рукоять в очень удачном месте сделано отверстие для темляка действительно мне нравится когда отверстие для темляка выносится на самый-самый краешек то есть ну как я уже неоднократно говорил самый печальный пример это нож хаски златоуст аир где сандалили отверстие для темляка чуть ли не вот на это место в общем и целом довольно удачный под пальцевый упор под указательный палец действительно он ну скажем если не полностью предохраняет палец от схода на режущую кромку то все-таки добавляет уверенности рукоять такая подвижная хорошая клиночек зацените ребята как тонко сведен думаю не ошибусь если скажу что здесь в 01 н 690 и логотип мастерской и действительно такой довольно хитрый дизайн с уходом обуха вверх сейчас что-то у нас с фокусом фокусом полную полную какая-то печаль вот обух уходит немножко вверх потом идет понижение обуха с небольшим фашли фальш лезвием кончик очень такой колючий кончик достаточно деликатный то есть им люки не стоит наверно поддевать но именно вот что-то вот про пенетрировать запросто получится ну и и пожалуй все прямые спуски от обуха при 28 миллиметрах ширины клинка практически и при трех миллиметрах на обухе практически гарантируют мне хороший грамотный без каких-то без хруст без хрустовый какой-то рез по продуктам хорошие грамотное строгание ну и за сталь н690 я в этой стали совершенно уже как бы уверен и это прямо одна из стали которых я не сомневаюсь потому что я на многих ножах и уже повстречал это действительно хорошая бюлеровская сталь замечательный нож и несмотря на то что это подарок я его сейчас хвалил абсолютно искренне вот честное слово от от чистого сердца очень хороший небольшой такой именно лесной помощничек вот прям вот прорез про строгание без каких-то вот ненужных совершенно ненужных каких-то без какой-то американщины замечательный душевный нож спасибо за просмотр всего доброго и я думаю все таки конечно ну как получить нож и не потестировать его это как-то не по-нашему правильно так что мы обязательно с ним еще увидимся